Ух, как всегда, как всегда, Китай немножко задерживается. Он не опаздывает, он задерживается. И вторая игра. Опять с опозданием на 20 минут, но все же начинается. Говорю это, чтобы вы понимали, почему такие дилеи у нас. Собственно, следующая игра по расписанию в 2, если что. И тоже, скорее всего, там в 2 с копейками начнется. Так что расписание соблюдается. И плюс, пока они там 1 на 1 играют, пока то, пока сё. В общем, в итоге, IG против Ньюби. Две команды, которые идут достаточно высоко, претендуют на высокое место пока что. IG имеют статистику 2-1, Ньюби 4-2. Так что все у этих команд складывается неплохо. У IG, правда, совсем мало игр. Ну и Милшторм Лост, как всегда, с вами. Я уже вижу, о чём будет Дима нам рассказывать на протяжении этой игры. Замечательного персонажа. Не, мы уже об этом поговорили. Скучно уже. Что-то новое. Ну что, да. То есть я уже думаю, что все поняли, что это слишком специфичный герой, который работает в определённых ситуациях. И, в принципе, с Вингой пойдёт. Винга даёт минус броню. По минус броне хорошо работает Кентавр с пассивочкой. И когда-нибудь хорошо работает Мирана. Вот. И при этом есть хотя бы комбинация. Винга даёт стан, в отличие от Дизраптора, который там как-то глимсует. Ты попадёшь, не попадёшь. И прямо под стан Винги взлетает стрела Мирана. О IG. Интересный выбор. IG, в общем-то, у нас команда, которая в этом сезоне ворвалась в топы мировые. И, в принципе, если бы не отмена всех мейджоров, если бы не пандемия коронавируса, то я думаю, что IG с высокой долей вероятности проходили на Инд. Даже вот по итогам пяти мажоров. Потому что они, в принципе, хорошие места занимали. Ну, в онлайне у них дела так. Средненько идут. Но, в целом, эти ребята себя показали. Эти ребята сильные. Ну, и Ньюби. Ньюби как-то воспряли, что ли, после, вот, не знаю, после вот как раз-таки вот этого времени, когда все игры начали у нас в онлайне проводиться. И Ньюби выглядят сейчас грозно. И являются одними из фаворитов. Они ещё, собственно, не играли с сагами. Будет очень интересная встреча. Я, правда, не знаю, вот когда она будет у нас. Наверное, на следующей неделе где-то. Да, Ньюби саг 16 апреля. Матч. Ну, в общем, пикует Ньюби сейчас интересненько. Потому что мне очень нравится связка Миран Винга. Это два героя, которые могут пойти в мид, в лёгкую, в сложную. И почти везде они способны убивать. Особенно если будет какой-то агрессивный мидер а-ля СФ. Там любой центровой герой падает почти моментально. Аура минус брони для мидгейма. Наверное, СФ-то всё-таки здесь будет, ну, мне кажется, магией. Потому что физики и так вроде как много. И нужна какая-то всё-таки магия в пик. Ну, посмотрим, посмотрим, как он будет играть. Кстати, вот хотел спросить Феникс для IG ферст пиком. Такой интересный выбор. Убийца Китая, наверное, так можно назвать. Когда его берут почему-то многие, ну, многие против Феникса брали там толпу миличников и героев, которые это яйцо хорошо не разбивают. А здесь другая ситуация. Винга бафает атак рейндж, уже проще разбивать яйцо. Куча ловкачей, яйцо опять же разбивается нормально. Но суть в том, что даже если много героев с хорошим атак-спидом, всё равно яйцо принимает на себя большое количество ударов. И в лейте там под агонимом нужно то ли 13, то ли 16 ударов. В общем, много, да. И это много. То есть представь себе, там какой-нибудь СФ с Дью Далласом бьёт по яйцу в 16 ударов. Это слишком много урона. Входит в яйцо, и при этом это яйцо ещё можно не взорвать. Поэтому Феникс очень крут в хороших руках. Но я бы сказал, что сейчас лайнап против него хороший. То есть здесь даже Мирана хорошо разбивает яйцо, поэтому у Ньюби всё более-менее пик. Мне их пик нравится. Я вообще бы какую-то дровку ещё запилил пятым пиком. Чисто вот, знаешь, это страта минус арморов. И там уже в такой страте все начинают убивать с руки, вплоть до венги. Но это нет. Это герой, который спасает мидгейм. Это Вайт Спирит, он будет бегать и пить магией, что, в общем-то, это и хотел. И он довольно-таки мобилен. Здесь очень мало героев, которые наказывают мобильность, только ДК. И, соответственно, Вайт Спириту против подобного пика покажет играть комфортно. Осталось 10 секунд. Вайт Спирит первой позиции, получается, да? Осталось 5 секунд. Ну, да. Он идёт на лёгкую и катается потом на карте ГТ-левела седьмого. Те-я-ки, Ай-джи. Ласт пик. Ай-джи думает, что брать. Нужен кэрри? Да, желательно с контролем. Сларк, наверное, был бы идеален, но они сами его забанили. Против Сларк всего стан Венги и стан Кентавра этого мало. Это жадно. Это очень-очень жадно. Арк Варду. Против Венги я бы не сказал, что это хорошее. Я знаю, что Эмма на нём хорошо играет, кстати. Вот Эмма на нём круто исполняет. Исполнял. Вот. Исполнял в прошлом. Сейчас не видел его игры. Но против Венги жидновато. То есть, в принципе, мидгейм отдают нюби частично. Венгаг там... Какого там... Венга 18-го левела с телескопом будет его держать в страхе всю игру. И его очень легко свапнуть. И в этом случае Shadow Demon уже не так крут. Потому что если его свапнуть на большую рейнджу, Шаде тяжело спасти. И то же самое касается Абадона. Так, а с Фениксом как-то будет сочетаться вот это вот поле Вардена? Мне кажется, с Фениксом... Надо проверить. Я понял твою мысль. Надо проверить. Вообще это может сработать. Ну, я никогда не видел Феникса и Вардена в одном пике. Я скорее видел, как Феникс разбивает. Ой, господи. Не дают мне в игру вернуться интернет. И мне это не интернет. Это китайский северный. Это китайский интернет. Коннект. На трубе кто-то сидит на проводе. Пожалуйста, если вы находитесь где-то между Москвой и Китаем, встаньте с провода. У нас лагует. Я бы еще отметил, что мне очень Абадон нравится в пике. То есть, понятное дело, что он ничто по сравнению с минус арморами, но он всю игру может снимать стрелу Мираны. Если стрела залетает на 5 секунд, всегда стрела снимается с щитом. Это да. Это класс. Абадон это один из самых неприятных героев, конкретно против Мираны. Потому что удаун щита маленький, и он мало того, что снимает стрелу всю игру, так он еще и там как бы дает определенное количество ХП. И щитом, естественно, гадает чаще. Ну, там и варианты вообще есть с этим. С агонимами какими-то на Абадоне, когда вообще там летейшая жесть происходит. В общем, интересно, что будет с Аркварденом. Вот именно поле — это интересное решение. Если поле работает на яйцо Феникса, то тут и мидгейм можно сдащить, потому что очень сложно бороться против Феникса. Он слишком много урона вносит, а здесь одни стрелки. То есть, условно говоря, какой-то бы Сларк или Фантом Лансер. И любой другой герой, который умеет быстро добираться до цели, он бы мог ворваться в яйцо Феникса, и ему было бы порвано на поле. Но здесь ситуация противоположная. Кстати, СФ легкий. Необычный. Ну, он вообще стоит... Вот если он до третьего левела не умирает, у него все нормально обычно. Урона много, нюки Скайлоу хорошие. Муги здесь стоит. Какой был никнейм у Муги до того, как он стал Муги? Ты помнишь? Не помню. Я его помню только как Муги. Чат нам подскажет. Муги, Муги. Интересно, что помните. Но какой-то ник у него точно был. Да, он еще не хотел, чтобы его тем ником назвали. Предыдущим. Ждем пять минут и смотрим в чат. Нам там подскажут точно. Но я уверен, что это такая вещь, которая вылетела просто из головы. Итак, Мид Воид Спирит против Варден Мид. Но сдается мне, что Воид Спирит это герой, который прям вот до Вардена супер легко будет добираться. Уже с уровнем. Такой интересный. Так, стрела. Стрела. Не попал. Ну такая, проверочная. Да. Может быть, сейчас для него это сигнал, что он был на Варде. Потому что Вард хорошо двигался. А, я вспомнил. Ю-ю-ю-найн у него был. Ник такой очень... Ну такой себе, да. Не понятно, что он значит. Муги как-то больше на ник похож. Или на им. Муги похож на слово больше, да? Чем вот эту аббревиатуру. Варден стоит пока. Ну... Тут такая линия, что... Воид Спирит просто когда нажимает на резонанс пульс и пушит линию. Начинается хорошая жизнь, как только появляются руны. Там он начинает бегать с батлом, и если хорошая руна заходит, то он наказывает другие линии. Опять у нас ДК против Кентавра. Это прям какая-то супер популярная линия, видимо, в Китае. Они любят плотничей. Линия, на которой никто не должен умереть. Да, ну и Мирана, которая, в принципе, может бегать, стрелять в нейтралов. Вот здесь пытается кого-то подстрелить. Кого? Шадоу Демона. О, кстати, это футбол. Хорошая стрела. Хорошая стрела. Она не второго левела, но должна убить. Или нет? Давай, давай. Нет. Или да. Да, не хватает одного удара. Обидно. В итоге выживает Шадоу Демон, но стрела такая, разогревочная, неплохая. Но уже получше, это уже получше, чем то, что было в прошлой игре в плане Мираны. Она сейчас, смотри, она, возможно, попробует закинуть стрелу вот за спины, то есть... Ну, она, наверное, понимает, что возможно... Мне кажется, она в сатира красного идет кидать. Может быть, да. Ооо, провал. Кидать надо вот отсюда. Я это, как опытная Мирана, заявляю. К сожалению, Вайкси не такой опытный. Смотри, сейчас очень хорошая стрела может зайти. Очень хорошая. Он будет бить крипов вот этих троих. Он не знает, где она находится. Но, мне кажется, вот эта штука, она помешала Тремнант. Типа спалил? Ну, да, то есть, в итоге. В итоге, пока это, знаешь, больше похоже на лесную Мирану, которая вот... На самом деле, очень круто, если вот ты выходишь, ты попал стрелой, потом ты ушел в лес, зафармил спот, потом еще раз попал стрелой. Ты реально можешь очень быстро раскачаться. Но получилось так, что он, мало того, что он... Вот этот фактор рандома, он не попал стрелой, ну ладно, ты на это не можешь рассчитывать. Так он еще более того... Так, вот сейчас очень важный шадоу-демон. Так, дубль-два. Не попал, я дам. Дубль-два, сейчас будет попытка номер два, атака на Вардена. Так вот, короче, он, мало того, что в стрелой Вардена не попал, он еще и в лесного крипа не попал, стоящего на месте. Что является довольно серьезной ошибкой. И мы, знаешь, ему надо кидать вот где-то отсюда стрелу, вот отсюда, потому что вот отсюда она летит долго, и ты еще можешь увидеть ее отсюда. И происходит какое-то время, вот оно проходит, ты можешь вернуться. Я согласен, я согласен. То есть, она только вылетает из-за елки, и у тебя меньше времени среагировать. Вот, видишь, она вылетает из-за елки, и ты уже понимаешь, что... К сожалению, тут... Понимаешь, что ты даже не убиваешь его при хорошем стреле, но... Но, феникс, 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 феникс. Это несмотря на то, что ей очень повезло, она нашла иллюзии, и флюкс перестала улетать. Да, да, да. Флюкс. Ну, в общем, не идет сегодня игра в Миран. Хотя, в принципе, они не идут на этой лиге, и, в принципе, они идут последние, из того, что я вижу, последние, там, три месяца. Знаешь, вот, я, вот, когда, вот, играешь, думаешь, что если что-то не получается, что-то не идет, возьму-ка я героя, у которого таргет спил, типа, Леон, ВК, и я точно буду попадать. А если ты чувствуешь себя получше, ну, можно взять какого-то, там, Марса, да, у которого с пламя нужно попадать, Лишрак. Но Мирана это next level. Да, Пуджа. Но Мирана это next level, потому что ей-то попадать сложнее всех, потому что здесь, скорее, зависит от того, увернется твой соперник или нет, если это не под комбинацию. Да, да, да. То есть есть вот люди, которые считают, что, не, ну, здесь это только от Мираны, но нет, когда Мирана выстрелила стрелой, она уже летит, все зависит только от того, в кого кинули стрелой. Соответственно, здесь вот, ну, я показал точку, откуда стрелять оптимально всего, это вот эта точка. У него минимальное количество времени, чтобы среагировать на стрелу. Возможно, по этой причине вот он потихонечку тут елки рубит, или, может быть, их будет спирт рубит. Не знаю, короче, кто их рубит, но вот эти елки он рубит, видишь, там гусиками. Пошел. Ремнант пошел. Но здесь, на самом деле, Эмо подходит еще и Мирана, и Войт Спирит прыгает дальше. Шадоу Демон прячет от стрелы. Вот здесь Мирана вроде бы все правильно делала, а видите, как вышло. И Флюкс, и Спарк, и Трияда живет. Начнем с того, что они видели этого Шадоу Демона. То есть очевидно, что он нажмет на кнопочку, и здесь IG молодцы, они дефают как могут в мидера. И в кату не попала Мирана. Да что такое? Лучшее, что можно сделать мидеру в этом случае, это просто съесть весь лес. Вот эти вот елки еще желательно вырубить. Тогда Миране, ну, попасть стрелой почти нереально в адекватного человека, который понимает, что она где-то рядом. Тем временем снизу. Снизу ДК стоит, Кентавр стоит, а одного все хорошо, а второго все хорошо. Находит Феникс Кентавра, его бьют, его начинают сжигать огоньками, и Кентавр умирает. А там еще и СФ убили. Да, в общем, слишком много ресурсов. Ой, его из Спилита убили. Вот сейчас должны, должны Вардена забрать. Он до конца дерется. Такое, да. И Миран умрет. Ура, лежать. В троем они убили Вардена, а он забрал двоих. Да, они слишком много ресурсов тратят на одного героя в миде, он еще убивает двоих. Что это такое? Почему один герой убивает двоих в битве в Мангстри? Почему СФ один стоит на легкой линии и втерпает что-то не так за игрой? Да, здесь 6-1 вообще. ДК против Кентавра на линии плюс 600 золото имеет. Сейчас будет, кажется, драка какая-то. Под стан Кентавра попробуют дать стрелу. У нас здесь Варден! И, возможно, лучше валить отсюда. Так, прячет Кентавра. Пошел у нас Темпид. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же они неудачно гангуют. Слушай, ну, по-моему, IG просто читают все передвижения своих оппонентов. Стан. Залетает стан. Можно лип. Ну, идет, да. Ну, вообще, да. Очень хорошо все делают. Ну, потому что, знаешь, очевидно, что Мирана с Кентавром на линии вообще ничего не сделает. Это факт. Ну, там надеяться на какую-то стрелу, там, герои, что подойдет Кентавр, нажмет стан. Можно, но это работает против слабых игроков. Сильный игрок, он, естественно, будет ворачиваться от стрел. При первой возможности. При этом, не сказать, что у Мирана там суперкрутые статы, поэтому она как бы тычкуется, не самый сильный герой. Это не какой-то Бэйн, который просто приходит, разваливает кабину, потом еще бронесапом отхиливает себя и носит урон в ответ. Поэтому она очевидно, что она будет бить центр. Просто Invictus Gaming перетягивается на центр при первой удобной возможности. Здесь молодцы. Суппорты понимают, что ДК может и в соло постоять во многих моментах. Вот, летит стрела, они просто вернулись, вышку забрали. Кентавр без ульта. Еще один флюкс. Все, ему конец. Минус. С дабл дамажем. Воист спирит приходит. Моментально вырезает штату демона. Что дальше? Ставит ремнант. Ни в кого не попадает. Депп аут. Хорош. Ты же входишь во вкус, да? Ты чувствуешь? Ну не пошло. Ты входишь в мой клуб. Понимаешь, три месяца уже не пошло. Три месяца уже не пошло. Да, то есть пока... Развал на всех линиях пока что. Пока единственное, что вот ССФ красавчик. Стаки, да. Он зашел, да, забрал стаки, но теперь забежит. Сейчас ему пояснят за это, кажется. Не, он убежит. Так, Авардена, тем временем. Кинулись, забрали, застилил стрелой. О, да. Импакт. Импакт пошел. Так, тем временем, Винга получает сайланс от Абадона и кажется, все. Да, Винга погибает. В этот момент еще и Войт Спирит находит его здесь. На нем три стака. Девестика пять секунд. Четыре стака. Пятый стак. И... Оп, оббегает его GT. Уходит, уходит, уходит IQ. Спасся. Молодец. Размайсил, размайсил. В общем, какая-то очень хатичная игра. Я бы сказал, что даже несмотря на все вот эти вот фиаско в начале, так получается, что вот эти вот начальные фраги дают немного и преимущества нет в IG и даже немножко у Ньюби побольше. В тот момент, что в один момент М превратился в Гангера, который превратил вниз и начал помогать, а по-хорошему ему лучше все-таки заниматься своими делами. У него есть ребятки, вот там есть мальчик Драгонайт, он работает. Работает, выигрывает кучу времени, его пытаются найти. Никогда побежал. Что вы пофармите все? Папсе что ли? А, ну тут вообще помощь пришла. А, тут мальчики его есть, да, но все равно больно. Очень много урона. Все-таки погибает Феникс. Сжигают Вингу. Ну, по-хорошему, вот когда так бегаешь, знаешь, что тебя ищут, надо дальше там мансить, и кушать юки. Так, и Варден пришел. Нет, Варден просто иллюзию убивает. Тем временем, Абадон включает ультимейт. Такой себе размен. Минусовый, знаешь же. Потому что очень много ресурсов потратили, убили несчастную Вингу, отдали Кора, Драгонайт, это с первой на трассе Махарти. Так, те времена. Ой, слушай, это же лопата на Вардене. Она же, она же вроде как работает на клоне. Не проверял. Я знаю, что она на Дазга работает. Сейчас мы... Разл и лопата, One Love. Сейчас мы увидим. Разл и лопата, Актарина, еще там какая-то штук, которая умещает КДР. призма. Ты просто копаешься, игру да. Что желательно алхимик в команде иметь, чтобы не зря копал. Так, сейчас мы увидим, на самом деле. Ну-ка. Да, да, вот смотри, он выкопал еще, тпшка себе. Красавчик. Х2? Лопата. Это надо нерфить. Это надо нерфить. Я знаю, это игровая механика, но... Три секунды Абадону до ульта. Он не доживает. Он чуть-чуть не дожил. Буквально до ульта. Я не понимаю, что они не сделают по одному. Вот эта вот линия, здесь нет вышки, они не пушат вышку. Почему сюда приходят герои сначала? Вообще, рисунок игры, как таковой, отсутствует. Ну, типа, да, что делают там Invictus Gaming по одному? Они хорошо проверили лайнинг-стадию, вышли с шикарной позицией, по итогу, по итогу просто сходят и кидят. Знаешь, это как вот тебя учат там на уроках изо. Сначала нужно там рисовать фон, сначала там небо, потом землю, потом человека. А в этой игре, как вот некоторые, просто сначала первым делом человека, потом разукрашиваем, потом что-то еще. То есть, здесь что-то происходит, но все настолько хаотично, все просто бегают. Эта игра, вот, про предыдущую игру, я так не мог сказать, но это реально напоминает больше такой какой-то хаотичный паб. И соло-гейминг от каждого идет. Что-то все носятся, где-то в пятером, где-то не в пятером. Тут Мирану убивают, тут что-то вообще, кто-то фармит, кто-то в пятером бегает, кто-то носится. Зачем они так набегают на драгонайта, как будто... Водь спирит, вон, убивает шадов демона. Веселуха. Короче, они так набегают на драгонайта, как будто они могут его убить, выходит просто друг и тысяча бензотов. Я говорю, как в паве, то есть там, что-то бежим куда-то. Зачем бежим? Пойдем в гангарь ДК. Зачем? Мы не убьем его. Ну нет, мы просто идем, что-то получается, что-то не получается. Ладно, пока первая игра, такое вот впечатление о ней у меня. Вардан без Мидоса. Везус лопатой. Т-шечкой. Уу, но с лопатой. Еее. Значит, но он с этим, с молниями будет быстро фармить. Так, Войт Спирита. Могут найти. Я не знаю, он уходит. Пока он очень медленно фармит. Так, что мы, что мы видим? Мы видим, как ДК собирает шаду Б, очевидно, что будет война в Эдвизе. Ну, это для такого стиля, мне кажется, ШБ реально классный артефакт. Вот вспомни прошлую игру, там сразу блинг, и сразу пошла инициация туда-сюда, а здесь байт на баунтирую. Он хочет поймать он поймал ее. Поймал ее за хвост. В итоге умер Войт Спирит, который, реально, тот, кто забирает эту руну, должен был умереть, она была отравлена. Он забрал ее, вроде бы начали бить Мирану все вместе, но оказалось... Варкин просто все уже третий телепорт выкапывает с лопаты. Где баунтируйте? Влегчающие 90. Но там он выкатал, я вижу, по фиду. Он будет больше. Рисунг такой, что просто нужно бегать четвером. Ну, не устраивать четыре на пять, но устраивать там четыре на три, четыре на два, четыре на один. Или просто заставлять прийти к вышке и вовремя отходить. Так, шадоу-демон. Вот, но шадоу-демон не хочет четыре. Двигать доту-четыре. Он хочет умереть. И пока он умирает, сверху работает ДК. Естественно, сейчас ДК будет в Мин-6-е. Пойду надвалить. Бежать, 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 бежать. А он... А он получает тут измерение. Размерает. Не добежал. Короче, все супер криво делает. Ну, то есть, когда вот так вот они хотят кого-то стянуть, надо ставить вар, чтобы было видно, а кто подходит, а кто делает тпшку, кто готов принимать. Делать все это, что они делают, вот эти пуш-вышек, нужно вчетвером. Потому что вдвоем они умрут, вдвоем они умрут. Ну, хотя бы в четвером, то есть, шансов побольше будет. Потому что один черт, если в одиночку пуш-вышку, это просто еда. Пришел чел, подарил сам себя, свернул в подарочную упаковку. Драгонскейл находит ДК. Ой, ну я не знаю, на самом деле, вот в такой игре очень тяжело что-либо предугадать, как она вообще будет развиваться, потому что все бегают. По идее, она может зайти в глубокий лейт, но с другой стороны, здесь в какой-то момент ньюби просто могут захотеть взять и закончить, или наоборот. Поэтому пока что все фармят. Лейт, по идее, ну посерьезнее, Аркварден плюс Феникс. Феникс вообще, Феникс, вот как Дима сказал, там с 25 уровнем Саганимом, его ни один пик не раздамажит. Ну да, представь, ССФ доносит 16 ударов. Это сколько урона. Там за 16 ударов полкоманды можно убить, а им придется яйцо делать 16 ударов. А если их не делать, то яйцо взорвется и стан довольно-таки солидный. Да, там потенциально можно взять еще и потом 30-ый и полторы секунды оглушения. Ну да, там 4 с лишним секунды. Короче, страшная вещь. В общем, Invictus Gaming меня услышали и решили, что если мы будем кушать вышки, то мы это вообще будем делать ну почти педером. Три героя стоит, рядом находится Феня. За спиной стоит Шаду Демон и вышка упала. Естественно, Нюби спит кушит. Единственное, вот на этом спит куши было бы здорово видеть либо Кентавр, либо СФ. Потому что урона у них побольше, чем у Мирана его теперь. Хорошо, один в один разменялись. Так, где временем? Кушка на центре все еще стоит, ее нужно снять. Но они не торопятся, они сразу будут забирать Рошана. Урона достаточно. Вот поле очень сильно решает. Три кора, бьют под баб. Тут еще и проклятие курсов Авера. Да, потом. Так, ну и Рошан, видимо, падает. Никто сюда что-то не решился приходить. Да. Не, ну они должны понять, что Рошана забирают, просто они не успевают. Ну, какая логика? Вышка упала давно. Чем-то занимаются игроки. Чем же они занимаются? Если в этом лесу их нет, вышку по центру они не пушат, вышку сверху они убили. Чем они занимаются? Ответ очевиден. Фармят лес. Подумали, неюбе. Знаешь, как преподаватель, который вытягивает студента на правильный ответ. И занимаются чем? В Рошпите они. О, Кентавер, шикарный врыв. Да, да, да. Как отправляются в таверну. И красавчик. Курицу убил. Ну, что это? Опять же, знаешь, ну, ну и умерли, и что? Так, хорошо. Он сделал минус 2. Ну да, нет. Работал мне. Я к тому, что это замечательно. Это замечательно для нюби, но это как бы не сильно приближает прям их к победе в этой игре. Вот сейчас вот JT забрать еще. Ну, у него... Закусили вот их. То есть у них вот плюс пика в том, что... Опа, а вот Варден. У него Аега. Стрелу ловит Абадон. Тут же нажимает. Вардена спасают. Все. Давай, до свидания. Кентавр... Очень больно. Кентавру подключаем Феникса. Выходит СФ. Нажимает БКБ. Хочет убить Вардена. Ну, там же Аегис. Ну, почему? Ой-ой-ой. СФ успел улететь за доли секунды, а вот Винга получила станк. СФ мог, БКБ не улетел. Я вообще не понимаю. Ну, Аегис же. Разве нет? Это пока без комментариев, то, что они делают. Они идут за Варденом, рядом с которым стоит Абадон, когда у него Аегис. Даже если бы они убили Вардена. Ну, хорошо. Убили. И чего дальше? У него Аегис. Он ресница, а у вас уже все, у вас уже ничего нет. СФ без БКБ. СФ без БКБ, да. И СФ, возможно, сейчас без жизни будет. У него есть Юл, конечно. Поднимает Абадона грамотно. Потому что именно Абадон здесь его замедлил бы. Подамажили. Ну, ладно. Простили в этот раз. Вот я о чем говорю, что вот они убили этого Феникса с Шадоу Демоном, но потом следует отрезок, где все это преимущество сливается и все. И уже как бы следующий наступает момент в игре. Ну, тут, скажем так, качество, оно пониже, чем в игре сагов. То есть, будем честны, саги, мне кажется, уже... От Водит Спирита стрела пошла, стрела не попадает. Водит Спирит забирает быстро Шадоу Демона. Теперь надо бы свалить отсюда. Сбежать, сбежать. Но че-то как-то... Да, че-то как-то много врагов кругом. И Водит Спирит разменен на Шадоу Демона. И опять попытка была убить Вардена, в которого летела стрела. Но там все еще есть Аегис. Вот хоть... Хоть режьте, мне говорят. Но если мы Вардена с Аегисом не убьем, ничего. Катчика веселая, слушай, несмотря на то, что вот куча неадекватных действий, но 15-12 туда весело. Замес. Замес. Феникс Еул, Феникс уже 12-го уровня. Тимфайт потенциал все жестче. Не, но в лейте я вообще не вижу какие шансы здесь у Ньюби, учитывая, что тимфайт потенциал с Абадоном, Фениксом, Варденом, это такая грязюка. Не, ну подожди, ты рассматриваешь ситуацию, на которой у Феникса всегда будет яйцо. Могут быть ситуации, когда Феникс даст яйцо, они выиграют замес, допустим, уйдет одного и двоих, и... Умиран умирает. И... Умиран умирает. Не, просто... Нормально. Там, то есть, да, у них-то, ну, минус армора, они как минимум минус армора свое дело делают. По это делаю, что Dragonite будет форуна, но большинство минус арморов, но у другим героям я бы сказал, что нет. Потому что у СФ уже минус... минус 7, у Инги за счет террора минус 6, а у Варна всего 14. То есть, там почти под ноль будет. Поэтому... Поэтому им желательно раскачать самих себя, то есть, как минимум, можно купить блоки-бар. Я скажу честно, что мне не нравится СФ с улом, когда у тебя в команде Винга, потому что Винга солидно бафает СФ на урон, и в этот момент СФ нужно бить с руки. То есть, если СФ в этот момент собирается, становится кастером, учитывая, что второй Core ввод спирит, который тоже типа кастер, то получается, что бафы в Инги... По-моему, я сейчас снесу кайграунду. Да, получается, что бафы в Инги бессмысленны. Чё за жесть? Тут просто база упала моментально. СФ рвается Феникса. Феникс умирает. Отличная игра от СФа. Он реально смог это сделать, но умирает также и Винга. Абадон подрубает ультимейт. Аегис заканчивается. Проблема в том, что заканчивается ввод спирит несколько быстрее, чем Варден после всего этого. Ну и всё, всё потратили. БКБ потратили, а драться-то больше нечем. И проигрывать эту драку нельзя было ни в коем случае, потому что это означало потерю стороны. Ну и просто некому бить Блокинг Бардер, Аганайта. Ой, как же ДК просто... Они его не пробивают. Вообще не пробивают. То есть они просто не могут ничего сделать этому герою, который Блокинг Бардер идёт вперёд. За этим героем ещё стоит Тарк Варден, который тоже пинает с руки. И... вот СФ с Эулом и БКБ он урона не наносит. Вот у него три айтема, почти... почти нет урона. Ну давай так, Феникса он, конечно, убил. Это было красиво, но этого было недостаточно. Потому что убить Феникса... Ну, типа, да, если... если Фор тратит БКБ, Ул, там, блин, все свои ресурсы, чтобы убить одного суппорта, то кому-то же нужно убить ДК. И очевидно, что Ирана ДК не убьёт, Венга ДК не убьёт. Очевидно, что Кору нужно убить ДК. Да и я бы не сказал, что будет Спирит ДК убивает. Он ещё... Что он... Он не отказался от мысли, нет? Он не отказался от мысли делать Аганим? Хочется. Ну... Сайланс, конечно, круто, но... Ну, не в этой ситуации. Ну, да, там... Сейчас два блокинг-бара и Коры просто Райт-кликом Райт-клик. Пока Райт-клик сегодня выигрывает, в большинстве случаю. Кент замыслил Тарасов. Хочется им, как-то, флотнику. Так, а снизу Варден. Но это не настоящий Варден. Убивает настоящую Венгу. Жесть, как больно. Флюкс. Страшная вещь. Смог. А ДК в миде. Его нельзя выпускать из стана, но рядом сейчас тут демон. То есть пока... Пока атака обречена на провал, но это пока. Пошли, пошли, пошли. Драгонайта не видно. Видят сейчас за счет Сентряка все. Кентавр все... О, ДК все видит. Сентряк срубили. ШД. Погоня до конца. Феникс просто уходит. Поднимают. Здесь Зайулили Вардена. Успевает разультиться, но Шадоу Демон великолепно играет. Успевает спрятать Вардена. И здесь уже стоит супер-мега-супернова, которая отлично взрывает двух героев. СССР успевает в последний момент уйти. Врывается Войт Спирит, но только для того, чтобы просто сбежать отсюда, потому что больше он ничего не может сделать. В этот момент цепляют Шадоу... Нет, это Кентавра. Кентавра. Забирают его. Ой, что-то плохо сыграл сейчас Войт Спирит. Астрал Степ в кулдауне. Пытается, пытается уйти, но как же много урона. И Флюкс висит, и Птичка висит. Собирают его. Ну, что сказать, божественная игра от Шадоу Демона, который спрятал Вардена прямо перед ультимейтом. И вот второй минус вот такого кастера СФа, что он не очень хорошо сочетается с тобой, и в том, что у противника Шадоу Демона то есть вот эта комбинация по КП, блин кул, она контрится одним дизерапшеном, одним скулом. В итоге и сопить особо не было, а так спида пока у СФу мало. И все его обилки, они в итоге ничего не сделали за месяц полезным. А у Традион, они наоборот, молодцы. И план очень простой на игру. Мы идем вперед. Драгонайт это такое место, которое инициирует. Он причем купил два артефакта на инициацию, это Блинк и Шадоу Блэйд. Чтобы можно было зайти либо с Виза, либо с Винка, а остальные герои просто идут за ним и результаты сплэ. Эмоции. Слушай, но эта игра действительно была такой, что вот она могла в любой момент, она могла длиться долго, могла просто закончиться. А все с чего началось, из того, что просто зашли на Рошана, забрали Аегис и после этого какие-то странные попытки от Ньюби напасть раз за разом в этот Аегис. И в целом они просто в последние пять минут разваливались раз за разом. И все. Ну, короче, Владимир, Мирана снова проиграла. Я напомню, это ферст бан. Я считаю, что этот герой достоин бана, но не в первой стадии. В принципе, его можно там брать, не знаю, но если вообще ничего брать. Ну, пока мы видим, да, уже, которые к ряду поражения. 100% лосс рейд на трансляциях, где я анализирую. 100% лосс рейд. Вот такая вот Мирана. Ну что ж, 1-0 Invictus Gaming очень уверенно за 26 минут. Уйдем на перерыв, вернемся ко второй игре.